всем привет новый год приближается все ближе и ближе и мы уже задумываемся какие подарки подарить своим родным и близким на новый год как считалось и считается самый лучший подарок это сделано своими руками сегодня я хочу вам показать как можно сделать рождественский букет букет будет съедобный вот частично и декоративный для этого нам понадобится хвоя ветки хвои шишки мандарины леденцы кедровые орехи грецкие орехи кипариса шишки декоративные шишки сосны и фундук приступаем для работы с хвоей нам необходимы перчатки мы их обязательно надеваем с помощью секатора мы нарезаем веточки хвои на вот такие сегменты эту веточку мы можем оставить по длине и центральная веточка далее нам необходимо зачистить вот эту часть а 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 следующим этапом мы будем крепить удлинители ножки с помощью декоративных шпажек. Берем веточку, тейп-ленту или изоленту, что у вас будет в доступе. Прикладываем шпажку и фиксируем, обматываем ножку. Можно не до конца. В принципе, длинные ветки удлинять нам не нужно. Далее берем шпажку, не острым концом, а тупым, приклеиваем с помощью клея ножки. Оставляем застывать. Далее мандарин. Я не очень его хочу прокалывать. Можно было бы вот так проколоть, насадить, но тогда будет вытекать сок. У меня есть вот такие удлинители для орхидеи. Я просто приклею, чтобы увеличить площадь, не протыкая. Намазываю вот эту часть и прикладываю. Оставляю засыхать. Шишки. Шишки мы приклеим на шпажку. То же самое проделываем с шишками кипариса. Приклеиваем на клей. Фундук тоже наклей. Грецкий орех мы можем не наклеивать, а просто проткнуть. У меня есть здесь отверстие. Я его протыкаю и он, в принципе, у нас держится. Держится. Но можно закрепить для надежности. Конфету крепим с помощью тейп-ленты и шпажки путем приматывания. Видна она будет не полностью. Следующий этап это сборка букета. Сначала берем мы самую длинную ветку и начинаем складывать. вторую. Вот так. И скрепляем их вместе. Можно тейп-лентой, можно просто лентой, изолентой. Начинаем выкладывать шишечку, конфету, так как она самая удлиненная. Прокладываем между ними веточку. Также перематываем изолентой. Далее всадим пониже мандарин. Перевязываем. Далее шишки кипариса. Грецкие орешки. Фундук. Между ними прокладываем зеленую хвою. Смотрим так, чтобы весь декор не был в одной куче. Чтобы он был распределен с каким-то интервалом. Делаем так. Чтобы хвоя закрыла все наши стебли. Удлинители. Последний финальный мы закрываем уже шнуром. Потому что композиция уже тяжелая получается. Завязываем на узел. Далее мы с помощью секатора обрезаем, чтобы острые не были края. Следующий финальный этап это будет упаковка. Упаковывать будем с помощью крафт бумаги и с помощью пленки листовой бумаги. Сначала берем пленку. Разрезаем пополам. Далее складываем еще пополам. И эту часть мы складываем вот так. Приготовили заранее шнур. Кладем. Упаковка будет односторонняя. Кладем сюда букет. Параллельно закрываем ножку. Раз. Два. Три. И четыре. Перевязываем лентой. Лентой, шнуром я использую шнур, чтобы максимально быть приближенной к натуральности. Далее мы закрываем, складываем пополам. Делаем надрезик по центру. Складываем вот в этой части. Еще раз завязываем, чтобы было все зафиксировано. Далее берем крафт бумагу. Один лист. Вот такой фрагмент отрезаем. Прямоугольник. Остается у нас своего рода квадрат. Мы примерно примеряем и немного подгибаем вот этот угол. накладываем бумагу. Так оборачиваем примерно. Заранее отрезаем ленту. И из оставшегося прямоугольника мы делаем два таких еще квадратика. Делаем надрезы. Завершающий этап упаковки. Оборачиваем крафт аккуратно, только работаем, чтобы не порвать. Далее один квадрат прикладываем. И другой квадрат прикладываем. Так, и все перевязываем лентой. Сначала вот так придерживаем. Потом оборачиваем. Держим. Еще раз оборачиваем. Подтягиваем и затягиваем узел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры подогнал «Симон»